Всем привет, друзья мои! В сегодняшнем видео я вам покажу необычный спиннинг от компании Diva, модель Acceler Interline с тестом до 20 лб. Итак, друзья мои, данный спиннинг не совсем обычный. Это, ну, во-первых, модель серии Inline, а во-вторых, это, ну, довольно-таки, скажем, гибкое удилище, которое подойдет как раз, наверное, для водоемов без течения. Данным спиннингом я еще не ловил, сказать ничего о нем не могу, но предварительно могу сказать, что удилище подойдет не для всех приманок и не для всех водоемов. Но об этом удилище многие у меня спрашивали, и я вот решил его показать в своих вот этих фильмах о мощных палках, потому что, возможно, оно заинтересует, опять же, какой-то, ну, скажем, определенный круг людей. Давайте посмотрим его как раз строй. Данное удилище с тестом 10-20 лб, длиной 2-15. Удилище, ну, я бы сказал, даже больше, наверное, какое-то бросковое, потому что строй у него, конечно, какой-то вот такой. Вот. Довольно-таки гибкий, я бы сказал, очень гибкий. Вот я сейчас его, в принципе, нагрузил, опять же, не так уж прямо сильно. Где-то, наверное, под бандосами на Ахтубе он вот так вот согнется. Но, повторюсь, кому-то, возможно, оно приглянется, возможно, оно приглянется и не только под троллинг в один спиннинг. Покажу его вам вот вкратце, чтобы, как говорится, вопрос был снят, потому что кто-то у меня спрашивал и не один раз. Что могу сказать? Я лично не фанат таких удилищей при использовании как раз вот троллинга. То есть, это как раз вот тот пример, где, ну, в моих условиях, как я ловлю, на какие приманки ловлю, данный спиннинг для меня лично не подходит. Но данный спиннинг, скорее всего, подойдет для приманок некрупных, для водоемов с небольшими глубинами. Вот у меня некоторые товарищи подписчики спрашивают, говорит, Илья, там, какие приманки ты посоветуешь для троллинга на глубине полтора-два метра? Да я на таких глубинах, друзья мои, особо-то и не троллингую. Я на таких глубинах стараюсь ловить в заброс, и меня, мне это больше радует. Почему я ловлю, скажем, даже троллингом на воблеры? Потому что я не могу на те глубины, ну, забросить, доставить мой воблер и достать оттуда рыбу. Поэтому я загоняю туда их троллингом и ловлю троллингом. Но это одна из причин. Поэтому на глубинах полтора-два метра кто-то ловит. И, возможно, для таких людей, и ловят, кстати, некрупными приманками, вообще, там, какими-то трехсантиметровыми, пятисантиметровыми, вот, ловят окуней, там, щук, я не знаю, там, кого, жереха, того же самого, может, судака. Но есть такие реки, есть такие рыбаки. Поэтому вот данное удилище как раз, наверное, для этих людей и подойдет. Поэтому я решил показать. Не всем же ловить, скажем так, накалы, которые использует Илья. Вот. Дизайн. Дизайн данного спиннинга интересный. Интересный дизайн. То есть ручка сделана из эвы. Опять с каким-то таким небольшим переходом. Она не разнесенная, она как бы единая. Сам бланк белого цвета. И вот комельная часть, то есть первая половина. Он, опять же, двухчастник, он не полуторачастник. Так вот, первая часть, которая от ручки, она вот такая черно-синяя, вот с таким, скажем, заходом лески вовнутрь бланка. Давайте я сейчас попытаюсь вам это все дело поближе как-то показать. Очень интересная, друзья, моя тюльпа, который откручивается. И здесь можно прочистить канал от грязи. Ручка из эвы. Такой интересный переход. Откатушка держателя сюда. Упор, который также снимается, как у многих удилищ. И имеет вот такой упор уже под пояс. Сам упор, он не из эвы. Он такой как-то проведенный. Как-то заход вовнутрь самого бланка нашего шнура. Отсюда он выходит. И пошел уже во вторую часть. Проходит через основной бланк и выходит здесь. В принципе, друзья мои, сказать не особо о данном удилище нечего. Я на него сам не ловил, не тестировал, не пробовал. Но данное удилище было создано вроде бы как для троллинга, для каких-то лососевых, скажем, рыб на озерах. Заявляют, что данное удилище очень мощное. Оно сделано не чисто из какого-то узкомодульного графита, а вроде бы как из карбона с добавлением стеклопластика. По чуйке, чуйка вроде бы как, по стуку, вроде бы есть. И она как бы, спиннинг вроде бы как информативный именно по стуку. Но я думаю, что у данного удилища цель именно не в этом. То есть здесь именно не в каком-то именно, наверное, при троллинге именно, когда мы ловим, прям в каком-то прям стуке дело. А именно изначально оно создано для ловли, ты понимаешь, что с даунригером, то есть с заглубителем, да? И здесь как бы просто, чтобы оно вязало. То есть вот данное удилище хорошо вяжет рыбу. То есть оно подойдет, наверное, как бы, если брать наш вид ловли, наверное, для стаканного троллинга. Но боюсь, что на сильном течении, наверное, вряд ли. Хотя, я говорю, я не пробовал. Вот такое, друзья мои, удилище. Надеюсь, опять же, кому-то оно, ну, пригодится, понравится. Удилище на самом деле недорогое, довольно-таки бюджетное. Единственное, как бы, вот если бы оно было бы жесткое в моем стиле, то тогда бы я бы, наверное, о нем много чего мог интересного рассказать. А так, друзья мои, вот как-то так. Вот. Но, повторюсь, вопросов по данному, по данной серии хватает. Мне в личку пишут, спрашивают, или я пробовал, не пробовал. Вот я взял, как бы, на пробу. Не знаю, буду я пробовать или не буду пробовать данное удилище. Или, может быть, верну человеку, кто мне предоставил. Вот. Но, как бы, решил разбавить свои видео именно вот такого плана удилищем. Не сильно жестким, скажем так.